Иван Бунин Чистый понедельник Темнел московский серый зимний день, Холодно зажигался газ в фонарях, Тепло освещались витрины магазинов, И разгоралась вечерняя, Освобождающаяся от дневных дел московская жизнь. Гущей и бодрей неслись извозь чесанки, Тяжелей гремели переполненные ныряющие трамваи, В сумраке уже видно было, И как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды, Оживленнее спешили по снежным тротуарам Мутно чернеющие прохожие. Каждый вечер мчал меня в этот час На вытягивающемся рысаке мой кучер От красных ворот к храму Христа Спасителя. Она жила против него. Каждый вечер я возил ее обедать в Прагу, В Эрмитаж, в Метрополь, После обеда в театры, на концерты, А там к Яру, в Стрельну. Чем все это должно кончиться, я не знал. И старался не думать, не додумывать. Было бесполезно. Так же, как говорить с ней об этом. Она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем. Она была загадочна, непонятна для меня. Странны были и наши с ней отношения. Совсем близки мы все еще не были. И все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, В мучительном ожидании. И вместе с тем был я несказанно счастлив, Каждым часом, проведенным возле нее. Она зачем-то училась на курсах, Довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил, зачем? Она пожала плечом. А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история. Жила она одна, вдова и отец ее, Просвещенный человек знатного купеческого рода, Жил на покое в Твери. Что-то, как все такие купцы, собирал. А в доме против храма Спасителя Она снимала ради вида на Москву Угловую квартиру на пятом этаже. Всего две комнаты, но просторные И хорошо обставленные. В первой много места занимал Широкий турецкий диван, Стояла дорогое пианино, На котором она все разучивала Медленное, сомнамбулическое, Прекрасное начало лунной сонаты. Только одно начало. На пианино и на подзеркальнике Цвели в граненых вазах нарядные цветы. По моему приказу, Ей доставляли каждую субботу свежие. И когда я приезжал к ней в субботний вечер, Она, лежа на диване, Над которым зачем-то висел Портрет Басова-Толстого, Не спеша протягивала мне Для поцелуя руку И рассеянно говорила Спасибо за цветы. Я привозил ей коробки шоколаду, Новые книги, Гоффман Стали, Шницлера, Тетмайера, Шебышевского, И получал все то же спасибо И протянутую теплую руку, Иногда приказание сесть возле дивана, Не снимая пальто. Непонятно почему, Говорила она в раздумье, Гладя, Мой бопровый воротник, Но, кажется, Ничего не может быть лучше Запаха зимнего воздуха, С которым входишь со двора в комнату. Похоже было на то, Что ей ничто не нужно, Ни цветы, Ни книги, Ни обеды, Ни театр, Ни ужины за городом, Хотя все-таки цветы были у нее Любимые и нелюбимые. Все книги, Которые я ей привозил, Она всегда прочитывала, Шоколаду съедала за день Целую коробку, За обедами и ужинами Ела не меньше меня, Любила растягай С налимьей ухой, Розовых рябчиков В крепко прожаренной сметане. Иногда говорила, Не понимаю, Как это не надоест людям Всю жизнь каждый день Обедать, ужинать. Но сама и обедала, И ужинала С московским пониманием дела. Явной слабостью ее Была только хорошая одежда, Бархат, Шелка, Дорогой мех. Мы оба были богаты, Здоровы, Молоды, И настолько хороши с собой, Что в ресторанах, На концертах Нас провожали взглядами. Я, будучи родом Из Пензенской губернии, Был в ту пору красив, Почему-то южной, Горячей, Красотой, Был даже неприлично красив, Как сказал мне однажды Один знаменитый актер, Чудовищно толстый человек, Великой обжора и умница. «Черт вас знает, Кто вы, Сицилианец какой-то», Сказал он сонно. И характер был у меня Южный, живой, Постоянно готовый К счастливой улыбке, К доброй шутке. А у нее красота была Какая-то индийская, Персидская, Смугло-янтарное лицо, Великолепные, Несказловещие В своей густой черноте Волосы, Мягко блестящие, Как черный соболь И мех брови, Черные, Как бархатный уголь, Глаза, Пленительный, Бархатисто-пунцовыми губами Рот оттенен был Темным пушком. Выезжая, Она чаще всего надевала Гранатовое бархатное платье И такие же туфли С золотыми застежками, А на курсы ходила Скромной курсисткой, Завтракала за тридцать копеек В вегетарианской столовой На Арбате. И насколько я был склонен К болтливости, К простосердечной веселости, Настолько она была Чаще всего молчалива, Все что-то думала, Все как будто во что-то Мысленно вникала, Лежа на диване С книгой в руках, Часто опускала ее И вопросительно глядела Перед собой Я это видел, Заезжая иногда к ней и днем, Потому что каждый месяц Она дня три-четыре Совсем не выходила, Не выезжала из дому, Лежала и читала, Заставляя и меня Сесть в кресло Возле дивана И молча читать. Вы ужасно болтливы и непоседливы, Говорила она, Дайте мне дочитать главу. Если бы я не был болтлив и непоседлив, Я никогда, может быть, Не узнал бы вас, Отвечал я, Напоминая ей этим Наше знакомство. Как-то в декабре, Попав в художественный кружок На лекцию Андрея Белого, Который пел ее, Бегая и танцуя на эстраде, Я так вертелся и хохотал, Что она, случайно оказавшаяся В кресле рядом со мной И сперва с некоторым Недоумением смотревшая на меня Тоже, наконец, рассмеялась Я тотчас весело обратился к ней. Все так, говорила она, Но все-таки помолчите немного, Почитайте что-нибудь, покурите. Не могу я молчать, Не представляете вы себе Всю силу моей любви к вам, Не любите вы меня. Представляю. А что до моей любви, То вы хорошо знаете, Что кроме отца и вас У меня никого нет на свете. Во всяком случае, Вы у меня первый и последний. Вам этого мало? Ну, довольны об этом. Читать при вас нельзя, Давайте чай пить. Я вставал, кипятил воду В электрическом чайнике На столике за отвалом дивана, Брал из ореховой горки, Стоявшие в углу за столиком, Чашки, блюдечки, Говоря, что придет в голову. Вы дочитали Огненного ангела? Да смотрела. До того высокопарно, Что совестно читать. А отчего вы вчера вдруг Ушли с концерта Шаляпина. Не в меру разудал был. И потом желтоволосую Русь Я вообще не люблю. Все-то вам не нравится? Да, многое. Странная любовь, думал я, И пока закипала вода, Стоял, смотрел в окна. В комнате пахло цветами, И она соединялась для меня С их запахом. За одним окном Низко лежала вдали Огромная картина За речной снежно-сизой Москвы. В другой, левее, Была видна часть Кремля. Напротив, как-то не в меру близко, Белела слишком новая громада Христа Спасителя, В золотом куполе которого Синеватыми пятнами Отражались галки, Вечно вившиеся вокруг него. Странный город, Говорил я себе, Думая об охотном ряде, Об Иверской, О Василии Блаженном. Василий Блаженный И Спас на Бару. Итальянские соборы И что-то киргизское В остриях башен На кремлевских стенах. Продолжение следует...